Когда мы в последний раз признавались себе, что жизнь прекрасна и удивительна? Наверняка давно. Порой мы так увлечены своими заботами и делами, что не можем остановиться, посмотреть вокруг и насладиться тем, что нас окружает. Меня зовут Жанна, у меня есть лучшая подруга. Мы постараемся объединить все то, что может сделать нас еще точку счастливее и свободнее. Мы поговорим о том, что волнует каждого из нас. Спросим советы у специалистов, побываем в интересных местах, но и, конечно, поговорим с интересными людьми. Одним словом, мы постараемся создать хорошее настроение и береги под позитивом. Ну что, моя дорогая, ты же знаешь, что я очки ношу со школой. Вот сейчас я в линзах. И знаешь, что я стала замечать? Беру какой-нибудь текст, начинаю читать, и я плохо вижу, мне приходится вот так отодвигать. Причем я в линзах. Поэтому сегодня мы с тобой здесь, в клинике современной офтальмологии. Хочу все-таки выяснить, что со мной происходит. Любой человек после 40 лет сталкивается с этой проблемой. Это возрастные изменения хрусталика, которые называются возрастная длиннозоркость или пресс-биопия. Мы вам можем предложить провести коррекцию зрения эксимер-лазерную и создать такую вот ситуацию на глазах, которая называется моновижн. То есть, когда мы оперируем вашу близорукость на одном глазу, тем самым даем вам зрение вдаль, без очков и контактных линз. А второй глаз у вас будет вблизи видеть без линзы. Также у нас в клинике проводится имплантация мультифокальных хрусталиков искусственных, которые позволяют человеку в любом возрасте видеть хорошо и вдали, и вблизи. В нашем арсенале имеется самый модный, самый последний аппарат, самая последняя модель оптического когерентного томографа, которая позволяет оценить не только состояние сетчатки, но и состояние сосудистой сети глазного дна. Коррекция зрения в нашей клинике проводится в том числе и с помощью фемта-лазера. Это лазер, который осуществляет доступ до внутренних слоев роговицы путем ее расслаивания пузырьками воздуха. То есть, очень такой щадящий метод. Мне кажется, тебе нужно задуматься насчет этой процедуры. Лазерная коррекция – это, конечно, здорово, но я, пожалуй, остановлюсь пока на подборе очков. Тем более, никуда не ходить не надо, здесь сразу оптика. Субтитры сделал DimaTorzok